Двор – это место, с которого начинается день любого человека. Поэтому придомовая территория должна обеспечивать психологический комфорт. В этом уверена и Тамара Филатова, председатель совета дома номер 3 по советскому проезду. Озеленение, да. Мы находимся в центре города, центр. Самые первые дома около администрации. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы, как знаете, в других местах нашего города, как-то привели вот эту часть города в порядок. Встреча по вопросам благоустройства придомовой территории с депутатом Павлом Русаковым была организована по инициативе неравнодушных жителей. Решили привести территорию, которая не относится к придомовой, а относится к муниципально неразделенной собственности, решили привести ее в порядок и проработать проект ландшафта, который объединит территории двух домов. Как рассказал Павел Русаков, работы по благоустройству планируются весной следующего года. Для начала надо разработать проект этого. После этого его нужно будет осметить и, соответственно, представить все направления. На встрече присутствовал начальник отдела озеленения и праздничного оформления администрации Ленинского городского округа Олег Остапов. Здесь убрать листву, собрать мусор, обрезать кусты, соответственно. Дополнительно, может быть, высадить какое-то, сделать озеленение небольшое. То есть там кусты посадить где-то небольшие. У нас не так давно появился фаршавный дизайнер, соответственно. Мы его подключим к этой работе, соответственно, постараемся что-нибудь сделать, чтобы здесь было, по крайней мере, гармонично все выглядело. Мы не просим необыкновенных каких-то кустов, деревьев или там каких-то необычных дорогих цветов. Нам это не нужно. Просто, чтобы помогали нам. Помогали. А мы, соответственно, будем помогать им. На собрание жители обратились к депутату и с другими волнующими их вопросами. Вопрос парковки и вопрос закрытия дворов шлагбаумами очень острый. Он уже поднимался и в городском поселении видно. И сейчас поднимается в Ленинском городском округе. Готовится к постановлению администрации. На последнем совете, по крайней мере, так докладывали. Соответственно, мы его будем рассматривать на совете депутатов. И после этого, если большинство собственников жилья, многоквартирных домов поддержат эту идею, то, конечно, мы тоже поддержим со своей стороны. В ходе встречи также обсуждалась дальнейшая судьба детской площадки, расположенной у дома номер один. Если все-таки решиться детская площадка, чтобы оттуда входа не было. Я понял, что вход был с этой стороны. Это не проблема. Детская площадка, к сожалению, на данный момент мало того, что она морально устарела, она уже не соответствует ни нормам, ни снифам. И, скорее всего, она будет демонтирована. А вот что появится на ее месте, я предложил жителям домов проработать эту историю. Еще одна проблема – мусорные контейнеры во дворе, которые портят вид придомовой территории. С этим вопросом председатель совета дома номер три неоднократно обращалась в администрацию округа. Но пока безрезультатно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...